Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова Демастер. Это уже вторая серия летсплеев на игру Бастион. Вот. К сожалению, сохранения у меня пропали, и поэтому пришлось перепродить заново. Да, так, сейчас мы находимся вот здесь, в Бастионе. Нам предлагают пойти либо вот сюда. Здесь обнаружено ядро, либо вот сюда. Здесь есть испытания. Но мы с вами пойдем, скорее всего, к ядру. Испытания будем проходить уже в побочных... В оставшееся время. Да, так послужим будет. Так, ну что ж. Куда мы попадаем? Между плохим и неправильным. Окей. Так, пойдем об правил левой руки и начнем вот отсюда. Какие-то новые брызги. Неплохо. Ничто нас боятся. Ой, новое оружие мы, естественно, находим здесь. Так, во. Это меч. Довольно-таки быстрый. И... Если зажать клавишу, мы можем его бросить. Но он становится недоступен на пару секунд. А, ну, зато быстро разрубает брызги. И это очень хорошо. Да, очень быстро. Так, в принципе, не сложно. Мы выбрали новые заклинания, ну или новую способность. Это призыв сбрызга. Не знаю, на самом деле, мне кажется, выстрел звука был более полезен, чем эта бесполезная вещь. Но полезность данного умения мы проверим чуть позже. Ну, думаю, в этом, в этой миссии уже, в принципе-то, и разберемся в этом. Не, все-таки кота нам не это нравится. Итак, мы берем водицы. Ну, дальше управил левой руки, нам получается вот сюда, в этот район. В этот район. Бригадир газфилл здесь раньше. Во, 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 полегче соколоснуть. Ну, это, в принципе, не сложно. Да, было очень просто. Так, здесь что-то еще есть. Возьмем. Разорванный капюшон. О, это капюшон-газфилл, как нам сообщает автор. Он нужен, скорее всего, для улучшения вооружения. Это можно в будущем посмотрим. Чувствую, здесь будет какой-то босс. Во, во, полегче. И тут столько много. Так, к нему подходить лучше не стоит, а вот к этим вот ребятам тоже. Здесь нужно придумать какую-то хитрость. Время как раз проверить наших... Черт. Как он меня достал. Даже до сюда добиванных, охренеть, просто не стоит. Ничего страшного. Сейчас мы немного схитрим. Лови меч. В городе новый щели. А, это, конечно, немного смешно. О, сейчас будет все разрушаться. А, нет, смотрите-ка, место прочное, поэтому после того, как мы взяли ядро. Место не разрушилось. Это, в принципе, хорошо и довольно-таки логично. С одной стороны. Блин, вот против таких тварей лучше бороться, конечно, с кувалдой, потому что там один раз ударил и... Так, ну что ж, дальше по правилу, мы идем сюда. Пузыри. Надеюсь, нет кольца или алоуина лишнего, чтобы платить за референс. В принципе, парнишка-то наш не промах. Находит оружие, а кипит делает все, что нужно. Уничтожает этих гастфил. О, поверьте, что-то меня подлогнуло немножечко. Но пока что все равно ничего сложного такого нет. Мы даже еще ни разу не умирали. Хотя и сложность максимальная для дальнего... Для начала игры. В кузнице мы можем улучшать вооружение. Ну-ка посмотрим. А, вот для этого мы тратим как раз-таки вот эти вот единицы ресурс данных, которые мы находим. Так, скорость натяжения тетивы. А, ну то есть можно поменять, да, после улучшения. А, необходимо... А, еще кроме этого нужны какие-то дополнительные материалы, потому что у нас их хватает, этих кабель. Но я все-таки увеличу скорость натяжения тетивы, потому что, как мне кажется, это намного лучше. Молот, но пока лучше от него не будем, потому что я бегаю с мечом. Это, в принципе, бесполезная трата ресурсов. Молодец, дядь. Кузницу нужно будет построить, если она будет доступна. Но, судя по всему, все здания, которые здесь появляются, в примемой игре их можно строить. То есть сейчас у меня будет выбрать либо кузница, либо... Что мне там осталось? Арсенал. Но арсенал, в принципе, не так всегда нужен. Как кузница, я считаю. Потому что кузнице все-таки можно улучшить вооружение. Это довольно-таки полезная способность. Ну-ка, давай, капли. Брызг! Делай за меня всю грязную работу, чувак. Помойки. Воу-воу, полегче, сколько тут. Так, ну скамбаги, это, короче, мусорные мешки, грубо говоря. А мы эти... Нифига, они здесь не справляются. В принципе, скилл довольно-таки неплохой, вам скажу, потому что... Они... Они... Хорошо работают. Видите. Мои... Брызги. Отвлекают на себя больших тварей и... Дают мне время для того, чтобы разобраться с более мелкими. Ну, или с самой большой тварью. В принципе, довольно-таки неплохо. Хороший скилл. Но, на самом деле, скиллам не нравилось больше, потому что позволяет бить большое количество противников за короткий срок. Так, ну, в принципе, отсюда мы уже уходим. И если следовали, уровень был, опять же, не очень сложный. Да и не длинный, я сказал бы. Естественно, ты знал, раскащики. Так, при добавлении нового ядра, мы видим, просто добавляется новая ячейка. А, видимо, если мы добавим вот сюда вот последнюю ячейку, потом уже будет... ...разрастаться вот в эту сторону, в наш бастион. Так, я предполагал, кузницу теперь можно отстроить. Мы ее, естественно, ставим. Так, ну, пока нам, в принципе, улучшать нечего, поэтому, в принципе, можно было построить арсенал. Ага, вот. Теперь пузырек у нас с нами ладит, да? Можно его заставить крутиться. Так, ну что ж, мы не будем медлить, и, думаю, в этой серии еще одну миссию пройдем. Так, что у нас тут? Обнаруженное ядро? Обнаруженное ядро. Ну, давайте начнем... Пойдем вправо, да, потом вниз. Убиленные часто, пары часто, зевырят. Окей. Гуляли, вернее, да. То есть, мы, в принципе, сейчас ходим по стороне нашего главного героя, вот этого парня. Ух ты. Не самая хорошая новость. То есть, получается, вот, кроме нас еще есть выжившие, которые тоже собирают ядра. И это, в принципе, хорошая новость, потому что, возможно, мы с ними либо объединимся. То есть, в любом случае, выжившие есть. И этим новость является хорошей. Вообще, наверное, стоит убивать их, потому что за ней дают дополнительные опыты и еще эти штучки. Кристаллики. С одной стороны. С другой стороны, мы можем не успеть, и все, обрушится. Так, окей. Ладно, теперь прийти, а вот. Все, ну ладно, ладно, не будем задерживаться. Я не думаю, дважды, я забираю драгоценности, чувак. О-о-о-о, огнеметная башня довольно-таки опасна. А, ее нужно уничтожить, типа, чтобы пройти дальше, лоу. Довольно-таки неплохо. Разнообразие. Какое-то, думаю, просто убегать можно. Но все равно, довольно-таки несложно. Просто проходить, то есть, в следующий уровень, я надеюсь, не добавляйтесь, чем будет усложняюще. О, тут уже разнообразие мне довольно-таки нравится. Вот, наверное, другому, что-то неплохо. Так, видимо, опять придется уничтожить эти башни. Так, под нами уже обваливается пол, нужно быстрее бежать. Струпы изменяют даже, что туда дают, видите? Ого. Видимо, серьезно, как-то струпы могут твориться. Так, опыт, опыт, опыт. Вот, мы охотимся зоопытом, поэтому мы уничтожаем почти все. Да, вопрос, в чем? В чем, чувак? В общем, они управляли электрами. То есть, у них была хорошая, развитая цивилизация. Мы сейчас бегаем в постапократическом виде, который... А, блин, вот это вот разочарование, ребят. Это разочарование. Ядро взял невыживщий, вот этот вот кусок скамбак его съел по ошибке. А то было несложно догадаться, кустол, то сказал, его взял невыживающий. Че, ядро не... Как так, может с ним не выбить ядро, но... Неправильное что? Где наши ядро? Черт, ну че, сда зря ходили. Печалька, ну ничего, там было второе место, поэтому и было разделение. О, гранат. О-о-о, довольно-таки действие, ребята, довольно-таки действие. Даже сказал, неплохо. О-хо-хо. А, вот еще нужно на это. Идите. Вот, то есть, можно перелетать нормально, да? Так, умри. Сколько там ящиков, нужно их уничтожить. Ха-ха, все очень просто. Когда едет, ну блин, вот граната уже намного лучше способность. Я даже сказал, довольно-таки эффективная, но в борьбе с боссами, думаю, она будет не так сильно сносить. Это в основном против мелочевки, чтобы взять и избавиться от очень большого количества монстров. Какому? Мне тоже интересно, кто бы смог еще пережить катастрофу. Если кто-то есть, то мы бы смогли с ними подружиться и объединиться в поиске ядер. В принципе, это логично. То есть, ядер, ну, для нашего бастиона. Судя по тому, что есть старик и я, то есть, это вполне логично, что должны быть еще выжищены. Не можем, что два человека всего выжили. Она нужна женщина. А-ха-ха-ха. Так, ну ладно. В принципе, нормально все. Ядра у нас нет. Мы пришли 2-2 миссии после этого. В принципе, я считаю, что можно завершить вторую серию бастиона на данном моменте. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Главное, ребят, комментируйте. С вами был Демастер. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...